Привет, моделисты! Меня зовут Александр Колесников. Я живу и работаю в городе Цинциннати, штат Огайо. Я живу в стопроцентной англоговорящей среде, и из-за этого у меня бывают затыки, и английские слова очень часто употребляю. Иногда аналогов к русским не нахожу, так что вы, ребята, пишите, иногда помогайте мне. Я открываю небольшие мини-серии, короткие видео, 10-15 минут, не больше, о том, как детектировать, распознавать также, скорее всего, находить положение и распознавать, это для отдельных сериала, ваш локомотив на макете. Разные системы, в общем, используются, разные дичьи системы. Я на примере своей Z21, то, что у меня на макете, и черная, и Z21 Detector, чтобы я мог определить адрес локомотива. Эта система использует Railcom. Кто первый раз, это немножко будет сложно, почитайте про Railcom. Очень много разных статей, информации у нас тоже на канале есть. Теперь, что я использую для сегодняшней презентации, презентации для будущих. Microsoft Surface с возможностью рисования. Это мне проще делать, и, наверное, не наверняка будет более доступно. Значит, что мы имеем здесь? Сегодня я не буду подключать ничего к макету, это будет просто вводное. То есть у нас будет самый простейший макет, и в нескольких участках мы определим, где находится локомотив. Разные софты есть. Последнее время я остановил свое внимание, и я использую iChain. Я знаю, что Rock Rail очень популярный у вас и в Европе. По-моему, вы можете донатить туда, но iChain это софт, который покупается. Из-за этого я люблю поддержку, очень хороший форум, и, на мое мнение, это самое продвинутое на данный момент. software для контроля модели железных дорог. Теперь, есть многие tutorials, да, обучающие вещи, но обычно начинается с сложностей. Я хочу делать очень простые элементарные вещи. Вот, начнем с... Закроем эту картинку. Начнем с азов. Что нам нужно? Нам нужен компьютерик. Черный цвет, отлично. Мы поставим сюда лаптопчик. Может, старенький какой-то пойдет. Двух-трех летней давности. Windows 10 предпочтительный. Так, клавиатурка здесь. Так, теперь нам нужен wireless router. Произвольный. С роковской системой Z21. Он идет в комплекте. Но с наборами Z21 белый. В зависимости от набора. В Z21 белый порт, который подключается к раутеру. Сейчас я буду это показывать. Потом мы берем такой Ethernet-кейбл и подключаем его сюда. Вот этот порт в белой системе закрыт. Нужен специальный код. 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 Мы его продаем. На нашем веб-сайте DCC Train. Чтобы разблокировать Z21 белую. Так. Ну, в данный момент нам... Это сложно. Может быть, с самого начала. Но надо зарегистрироваться на веб-сайте. И потом... Тогда вы можете работать с раутером. И потом через Ethernet-кейбл мы также подключим наш компьютерик сюда. Все. Данный момент... С этого момента мы можем уже использовать любую... Ну, я пишу I-Chain. I-Chain. Любой софт. И контролировать ваши локомотивы. То есть вы даете команду отсюда. Либо по беспроводному соединению. Я предпочитаю все-таки... С кабелем ваш сигнальчик идет... Разумеется, и обратно. Через раутер в командную систему. И выдается сигнал на управление декодера. В локомотиве вашем. В зависимости, что вы хотите делать. Все будет отрабатываться. Так это работает. Пока мы не заостряем внимание на feedback. И определение позиции. Так вот. Для этого есть декодеры, которые поддерживают RailCom. Rail... Ком. Что такое? RailCom. RailCom посылает сигнал о... Параметрах в основном адресе локомотива. И направлении движения. Обратно в командную систему. Вот сюда. Через вот этот модуль. Z21Detector. Для этого мы подключаем... В этой комбинации мы подключаем через CanBus. Здесь. Если у вас белая система Z21. Вы подключаете этот детектор через R-Bus. Есть отдельный без наворотов вот этого CanBus. Вы сэкономите немножко меньше. Теперь. Самое главное, ребята. О экономии мы практически не говорим. Потому что мы занимаемся с этими feedback'ами. Нам нужно их много. Для четкого определения и контроля вашего локомотива. Сэкономить лучше на чем-то другом. Но как можно больше поставить участков, где вы будете детектировать положение. Что этот участок будет оккупирован, occupied, с локомотивом. Либо же с каким-то вагоном, имеющим декодер, который тоже имеет Railcom. Или вообще что-то... Какое-то сопротивление. Чтобы этот модуль... Другой системы, не важно. Я говорю, в общем, определил, что что-то находится на этом участке. Я думаю, сегодня вводная завершается. Пишите вопросы. Сложные какие. Неважно. Я постараюсь на все ответить. Успехов. И всего наилучшего. До свидания. Продолжение следует...